Добрый вечер! В эфире очередной выпуск подкаста «Лабвакар» и в студии по уже традиции Денис Камалягин. Алексей Малов. Сегодня обсуждаем международные темы. Ну, отчасти, наверное, да. Начнем с мероприятия, которое, не знаю, оправданно или неоправданно вызвало ажиотаж, как среди либеральной такой группы, да, демократической, так и, естественно, среди пропагандистов. Это съезд так называемых иностранных агентов, который был в Германии проведен. Туда приехало очень много людей. Ты, насколько я знаю, там тоже был, я там не был, не добрался по ряду причин. И вот хотел бы как раз у тебя узнать, какие впечатления, зачем это все было. И насколько с практической точки зрения это новое учредительное собрание, которое будет представлять новую Россию? Ну, мне было любопытно. Я вот, как бы, зарегистрировался, сам поехал, сам оплатил. И мне было важно, ну, посмотреть на других более статусных людей, которые такими же иноагентами являются. То есть, понять, какие они в жизни и так далее. Понятно, что вся эта линейка випов, за редким-редким исключением, там было, там было, по-моему, больше 130 человек в общей сложности. Понятно, что это первое такое, скорее, на познакомиться, на посмотреть друг на друга, понять кто, что, как, чего. Кто, что, как, чего, чего. Ну, кто как справляется с этим статусом, кто какими алгоритмами пользуется для того, чтобы решать свои проблемы, начиная от бытовых, поставить плашку, не ставить, юридических, кто как оспаривает, кто ведет, не ведет это созданное, созданное юридическое лицо, кто как отчеты передает, кто как справляется с поиском, является или не является, например, этот статус бонусом при получении ПМЖ, ВНЖ, ВИЗ, там и так далее. То есть, куча таких бытовых вопросов, которые, которые, вот, ну, обсуждались, там, и колуарно, и на сессиях, и на панельках, и так далее. Для вот таких решений бытовых вопросов надо было так подсвечивать это мероприятие, выходить с флагом и говорить, мы проводим первые форумы? На мой взгляд, нет, но сама тенденция понятна. Таких людей, как я, ты и прочие на агенты, будет больше. Эта тенденция, она не изменится, пока есть, существует режим Путина. Это будет каждую пятничную историю, а то, может быть, и усилится, углубится, расширится. Плюс обсуждались истории про изъятие имущества из-за фейки, плюс перспективы родственников, какие испытываются риски и так далее. То есть, в принципе, на нормальную рабочую историю, безусловно, надо было собраться, нужно ли было устраивать ли это пафосное мероприятие и так далее. Ну, это дискуссионная, это вкусовщина, да. Ситуация с иноагентами в Риге гораздо более организованная, гораздо более, как бы, понятная. И мы просто не понимаем, как у нас здесь построен классный и диалог, и взаимопомощь, и поддержка, и, соответственно, как иноагенты, вот здесь в городе Герои Рига варятся. Во всех странах, за редким-редким исключением, все гораздо хуже. Ну, как, в принципе, не только с иноагентами, мне кажется, с меди... Да, то есть, люди решают сами свои проблемы, варятся в своем соку, и для меня было открытием, что некоторые действительно известные, статусные люди испытывают, ну, такие мелкие бытовые проблемы, да, о которых мы здесь даже не задумываемся, да. То есть, на самом деле, там, ну, на панели приятно было рассказывать про наш опыт. Вот. Остальное, во что это выльется, декларация, не декларация, будет создана организация, не будет создана организация, а это там вторично-третично, ну, к нам, рядовым агентам, ну, плюс-минус, ну, как мне кажется, сейчас это сильно не относится. Ну, у тебя не сложилось такое впечатление, что вот из первоначальной идеи, чтобы собраться, поделиться бытовыми проблемами, в итоге это получилось попыткой создать какое-то движение, которым некоторые люди, вот, прикрываясь именами иностранных агентов, пытаются делать свою политическую работу, не буду говорить карьеру, потому что она у них уже и так есть. Беда иноагентов заключается в том, что в их ряду разные люди, политики, журналисты, и было понятно, что каждый более-менее федеральный или уже международный политик или эксперт попытается использовать это для своей собственной деятельности. Как и, допустим, неприезд серьезных там ВИПов, там часть людей действительно медийных отсутствовала, ровно потому, что они не хотели с кем-то общаться. Это, ну, не исключает того, что горизонтальные связи с людьми, допустим, с Эстонией, с Литвы, которые, да, попали в такую же жизненную ситуацию, вынуждены там делать что-то, кто-то плашки, кто-то отчеты, кто-то еще что-то, не будет смысла пообщаться по этому самому. Политики, ну, а не на той политике, чтобы, как это, каждую площадку себе использовать. Будет ли у этого какие-то последствия, я не знаю, хуже, чем есть, ну, наверное, можно, да, представить. Но, опять же, я думаю, что государство будет проводить, я имею в виду Российскую Федерацию, ту репрессивную политику, которую она себе сама придумывала, и там форумом больше, форумом меньше, там это, ну, плюс-минус. Ну, это не имеет действительно никакого значения. Там представить на момент, что они сейчас все поменяются, и нас лишат этого статуса, и вернут в нормальное правовое поле, ну, это наивно в это верить. Все равно все враги. Поэтому, да, дискуссии, панельки, обсуждения, понимания. То есть, ну, я тоже вот приехал, мне, например, импонирует идея создать какой-то дискуссионный клуб в Риге здесь из иноагентов, да. То есть, чтобы мы действительно здесь даже, потому что то, что... А здесь уже пару десятков. Да, да, но, опять же, то, что здесь организовано уже неформально, оно работает гораздо лучше, чем многие формальные вещи во многих других местах. И, соответственно, ну, мы будем прирастать людьми. Иноагентов будут назначать, назначать. И это такая, ну, как это, вечная варка, как говорится. У меня всегда страх. Я не хочу где-то дуть в унисон с госпропагандистами. Но чем выше статус у этих людей или организаций, чем больше там федеральных личностей и меньше региональных, тем больше, как мне видится, желание работать ради работы. То есть, отмывать, не отмывать, допустим, да, а осваивать деньги. Почему ты вот удивляешься, что у них хуже получается? Ну, потому что нет такой задачи. Наша задача выживать. И для нас важна эффективность. Для них эффективность не важна. Для них важна частота показов в Ютубе. И, соответственно, сумма, которая на это идут. Была дискуссия, когда журналисты, которые иноагенты, говорили, ну, что вам добавило, например, освещение региональными медиа, сбора подписей за Надеждину? Я говорю, ну, там пара, тройка сотен подписчиков, ну, там, если все. Если оно добавило медиа, ну, это же круть. Понятно, там люди стояли в очередях по своим причинам, но они обменивались информацией, происходило узнавание, а вы откуда узнали, а вы откуда узнали, да? И если в официальных медиа, там, публикации этих не было, то альтернативные телеграм-каналы, ютуб-каналы и так далее освещали эту повестку. И люди подписывались. И, соответственно, даже по факту, вот, и нет понимания. А что, почему Надежде не будет зарегистрирована, ну, как бы, все, Россия пропала, как бы, нет кандидатов президента. Ну, то есть, понятно, что люди с Москвы, они... Во-первых, они мыслят только большими цифрами. Да, большие цифры, гигантомания, вот это вот все, там, давайте спутник запустим, да, чтобы транслировать. Ну, вот это вот все прекрасное, вечное, светлое. Вот, маленькие вот эти, маленькие приграничные вопросы, да, вот, о которых мы говорим, да, и о которых вот дальше будем говорить. Но они как-то вот за гранью, большей части этих спикеров. И, ну, и понять, просто увидеть этих людей в обычном общении, вот, для меня было очень важно, да, чтобы окончательно сформировать в себе мнение о большей части из них. Сформировал? Да, да, да. Тут поставим многоточие, да. Перейдем к нашей следующей теме, давно об этом не говорили, целых две передачи, наверное. Но на днях в Совете Федерации опять вернулись к этой теме. Это тема интернета на приграничных территориях, интернета и мобильной связи. Михаила Ведерникова, псковского губернатора, призвали на этот раз на заседание Совета Федерации. Там же еще Турчак у нас заседает. И вот они обсуждали тему мобильной связи. Ведерников заявил, что, мол, проклятый соседик глушит нам мобильную связь. Не у нас проблемы, а у них слишком хорошо. И Турчак также заявил о том, что Совет Федерации предлагает упростить порядок размещения базовых станций вдоль дорог, чтобы ускорить появление там качественного мобильного сигнала. Сейчас такие станции не являются объектом дорожной сети. И вот проблема с коммуникацией. Как тебе кажется, когда надо было решить эту проблему? И почему они сейчас вдруг взяли за ее решение? Для этих населенных пунктов это действительно благо. Потому что я помню, когда я в Гдовском районе работал, действительно была большая проблема со связью. Если они сейчас найдут возможности поставить дополнительные базовые станции вдоль дороги, не вдоль дороги, и качество связи у населения улучшится, это одно сплошное благо. Технологически заглушить связь, чтобы не бралась соседняя Эстония или Латвия, это очень нетривиальная задача. Потому что огромная часть инфраструктуры работает на плюс-минус на одних и тех же частотах, глуша что-то заграничное с очень высокой долей вероятности, ты будешь глушить и что-то у себя. И представить на момент, что в том же Печорском районе, где куча паломников, где большие проекты Печорского монастыря, они устроят что-то, что позволит не брать эстонский сотовый сын, ну я в это не верю. Кто-то, да, сейчас еще беженцев из Белгородской области нарезали. Ради бога, они могут везти кого хочешь и куда хочешь, колхоз делал добровольное, но реальное заключается в том, что рынок сотовой связи состоялся, частоты состоялся. Россия не в передовиках в части создания сетей пятого, шестого и прочих поколений. Оборудование не центр производства этого оборудования. Я не думаю, что Китай сможет вытянуть серьезные базовые станции, которые в основном работают на западной начинке, платах, чипах и так далее. До какого-то момента это все обходится, параллельный импорт работает. Но думаю, что потихонечку эти гайчики будут прикручивать во всем мире в части параллельного импорта. И Россия на основных вышках, на основном оборудовании, серверном и прочим, столкнется с большущими проблемами. Ведь обвал вот этого последнего, двухнедельный назад, когда они что-то какие-то репетиции проводили, а в итоге поломали кучу интернета, да, и там полдня или сколько-то доменная зона РУ была вне доступа. Ну, как минимум несколько часов. Да, но это вот и есть кружок очумелой ручки с оборудованием, которое там перекупили где-то по параллельному импорту. Поэтому пусть развлекаются, если от этого будет благо для жителей Гдовского, Печорского и прочих там Пыталовского районов, ну, это хорошо. По-твоему, это что у них, очередные фобии по поводу Запада? Я думаю, освоение денег – это все как вводится, потому что своего нет, покупаем как бы на Западе, сколько это стоит, да в три раза больше, чем на самом деле. Воткнули, подрубили, пошло, не пошло, не пошло, это проклятый Запад нас тут заблокировал. Ну, в принципе, да, это проще симпатизикация. Да, конечно. Трубы проводить, снаружи. Тут воткнул какую-то ерунду на вышке, да, она не работает. Ну, чиновнику, который приезжает себя проверять в счастье освоение денег, этого незаметно. Реально ли это влияет на то, что западные сети сотовых операторов не доходят – не факт. Ну, я не знаю, я сам с Печор, от меня до границы там три километра, я очень хочу посмотреть, как они там у мамы заблокируют так, чтобы это все не… Ну, я не верю в это. Обставить все это вышками, их обслуживать, содержать. Это значит, на сотовые компании повесить дополнительные расходы, значит, их надо кредитовать. Ну, это, короче, это такая… Об этом надо говорить, потому что я имею в виду российским чиновникам, которые объясняют, почему у них там, не знаю, общественное недовольство. Общественное недовольство, потому что все сидят на эстонских, латышских сим-картах. Не тарифицированные интернеты там узнают всякую крамолу, а мы тут совсем не виноваты. Да, и то, что яйца подражали в Псковской области, это не причина того, что люди возмущаются. Ну, вот и все. А чтобы это все выглядело убедительно, съездили в Совет Федерации, и там рассказали, что дайте денег на еще выше. Не, ну вот, например, Мизулина, по-моему, то ли сегодня, то ли вчера сказала, Мизулина-младшая, что там с 1 марта они попытаются заблокировать все VPN-ы, которые не в частном порядке, а на работах там, в общественном пространстве могут работать. И вот в частности, чтобы в том числе и… Я разговоры про блокировки слышу с Телеграма годикой, так 4 как? Они уже и Телеграм пытались блокировать, и Ютуб пытались блокировать, и все. Для этого нужны программисты. Большое количество креативных людей, которые они сами вытолкали вот всеми событиями после 22-го года, да. И большая часть по простоте душевной сейчас скорее будет помогать обходить их блокировки, чем их исполнять пусть за какие-то там денюжки. Ну, это все на поверхности. И чем дальше будет идти западная мысль, западное оборудование и так далее, тем сложнее Российская Федерация будет что-либо противостоять этому информационному плану. Ну, вот и все. Поэтому пусть развлекаются, я не вижу никакой там серьезной… Вот, ну, мне встают, Ютуб заблокируют, Ютуб заблокируют, да, в котором мы вот сейчас вам рассказываем. Ну, Ютуб – это Андроид. Андроид – это 80% мобильных телефонов, которые используются в Российской Федерации. Ты заблокируешь 80% телефонов, дальше что-то должен предложить… Да, 88%. Да, ты должен предложить что-то другое. Что ты можешь предложить другое? Ютафон с китайской системой на иероглифах, ну, держите меня семеро. Ну, как бы, есть вещи, которые невозможно сделать, потому что невозможно в принципе. Ну, космос продолбали, ну, продолбали, продолбали. Не пионеры в космосе сейчас. На Луну не приземлиться. Нереально подавить дроны, которые летают, и операторы которых по этому саму связываются. Опять по воде дроны потопили очередной корабль, а нефтезаводы горят там, ну, по паре в неделю, может быть. Ну, 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 не получается. А противодронная работа в вот эти электронные помехи и так далее, это гораздо более важная сейчас для государства задача, чем какая-то сотовая связь с Эстонией, которая достреливает до Печорского района. Ну, ну, поэтому я, ну, я не знаю, я очень с большим скепсисом отношусь ко всем этим инновациям, задумкам и так далее. Ничем, кроме распила очередного, это, как мне кажется, не закончится. Вот так мы от вышек в Косковской области долетели до Луны. Посмотрим, чем все это закончится, потому что Минцифры, и, в частности, Макс Ушедаев сказал, да, пока что этот проект не одобрен, будет обсуждаться, потому что, я думаю, они сами прекрасно понимают, что это отличный распил, аргументировать защитой Родины. Сейчас можно в отделении любых средств. Последим и посмотрим, что будет с УПМ в России. Встретимся в ближайшее время. Всем пока. До свидания.